Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня у меня обзор аэрогриля. Это аэрогриль, духовка, все в одном устройстве. Посмотрим, как это все работает, и затем этот аэрогриль я разыграю в конкурсе. У меня аэрогриль бренда Caring B, модель GD989. Посмотрим, как работает аэрогриль, какие блюда можно в нем готовить. Если, друзья, вы ничего не знаете о аэрогриле, скажу вам коротко. Значит, в этой технике можно готовить без капли соль, без капли масла. Например, если готовите курицу, сверху обмазывайте ее приправами, маринуйте несколько минут и затем кладете в аэрогриль. На выходе получаете красивую золотистую хрустящую корочку, внутри сочное пропеченное мясо. Поэтому, мне кажется, вещь нужная и полезная. У меня дома аэрогриль с чашей, а этот аэрогриль с дверцей. Мне кажется, с дверцей намного удобнее. Так удобнее проверять пищу во время приготовления и удобнее саму технику мыть. Смотрите, очень симпатично. Мне кажется, это будет украшением любой кухни. В комплекте инструкция на русском языке, держатель для горячих противней, есть набор бумажных форм для выпечки и достаточно большое количество. Мне кажется, тоже хорошая идея. Все комплектующие можно заказать на маркетплейсах. Затем металлический противень и металлический противень сетка. На этом противне можно сушить грибы, ягоды, фрукты, можно готовить картофель фри и так далее. Аэрогриль мощностью 1400 ватт и объемом 15 литров. То есть он мощный и достаточно большой. Все параметры я вам пропишу, чтобы вы понимали его габариты. Значит, панель управления находится на верхней крышке. Аэрогриль включила в сеть, сразу замигала кнопка включения-выключения. Значит, смотрим, что находится на панели. Значит, можно приготовить пиццу. 10-20 минут она готовится. Стейк 25-35 минут. Фрукты можно подсушивать 10-20 минут. Большую курицу готовить в среднем 40 минут. И приготовить картофель фри можно за 35-45 минут. Буду выпекать пиццу. Значит, дети у меня уже ее приготовили. Я воспользовалась бумажными формами для выпечки. Первая и вторая. То есть одновременно можно выпекать сразу две пиццы. Объем духовки позволяет 15 литров. Итак, пиццу ставлю в аэрогриль. Нажимаю на кнопку включения. Активизировалась панель управления. Выбираю пиццу. Так, вот у меня пицца. 15 минут. И покажу, как увеличить температуру. То есть, смотрите, вот значок температуры. Нажимаю. 85-90. По 5 градусов прибавляется. И максимальная 210. Значит, вот эта кнопка регулировка времени. То есть, можно увеличить время приготовления блюда. Это регулировать температуру. Это отключение. Все, в принципе, предельно очень просто и понятно. Итак, друзья. Первая верхняя пицца уже готова. Беру вот такой вот прихват. Вот, смотрите. Убираю. А вот эту подниму чуть выше. Видимо, сверху жара больше. Поэтому сделаю вот так вот. Вот, и эту еще буду немножко готовить. Итак, друзья. Вторая пицца тоже приготовилась. Достаю. Смотрите, вот такая вот красота. Эта пицца у меня стояла сверху. Сверху жара очень много. Поэтому, если готовишь выпечку, нужно процесс немного контролировать. Чтобы не было вот таких вот потемнений. Но я первый раз готовила в этом аэрогриле. То есть, привыкала к технике. Вот. Зато вторая пицца у меня получилась идеально. Золотистая пицца. Все хорошо проготовилось. И помидорка, и тесто. В общем, отлично. И самое главное, очень быстро. После пиццы, друзья, сразу же приготовлю куриную голень. Значит, я ее замариновала просто аджика. Без добавления соли, без добавления масла. То есть, это будет максимально низкокалорийная пища. Все, мариновала где-то минут 30. Здесь у меня 700-800 грамм куриных голеней. Выпекать курицу буду в двух противнях. Воспользуюсь опять этими бумажными формами. Очень мне они понравились. Никакой грязи, никакого жира. Все предельно аккуратно. Значит, это у меня будет верхний противень. И вот это вот нижний. Включаю гриль. Выбираю курицу. Время 35 минут. И давайте отрегулирую температуру. 205 градусов. Я думаю, что этого достаточно. Ждем приготовленное блюдо. Голени у меня приготовились. Показываю вам те голени, которые были сверху. Как только они приготовились, я их брала чуть ниже. А нижнюю поставила наверх. Курица приготовилась и вверх, и вниз. Смотрите, все зажаристое. Готовила без капли масла. Но смотрите, какое все сочное, жирное и очень вкусное. Я люблю блюда, приготовленные в аэрогриле. А представьте, если бы я еще сверху, например, добавила майонез, либо еще что-то такое на масляной основе. То есть, в принципе, для приготовления пиццы достаточно просто приправ. Блюдо будет не сухое, блюдо будет очень сочное и вкусное. И самое главное, полезное. Друзья, на этом буду заканчивать свое видео. Надеюсь, что вы с пользой провели со мной время. Аэрогриль мне очень понравился. Я в полном восторге. Готовит все быстро, готовит очень вкусно. Поэтому однозначно рекомендую его к покупке. Если присматриваетесь к покупке аэрогриля, обратите внимание на эту модель. Здесь много возможностей, здесь много функций. Самое главное, все очень просто в управлении. Друзья, где можно заказать такой аэрогриль, ссылочку я оставлю под видео. Там же пропишу все промокоды. Поэтому обязательно заглядывайте в инфобокс. А теперь давайте перейдем к конкурсу. Вот такого замечательного помощника получит наш победитель. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в комментариях написать Марина Жукова. Друзья, вы должны быть подписаны на мои социальные сети, на группу ВКонтакте, на группу ВОДНОКЛАССНИКАХ. Все ссылочки на социальные сети я оставлю под видео. Если не подписаны, то проходите, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю победы. Заглядывайте в инфобокс, там всегда для вас больше информации. Всем пока.